Ребята, всем привет из солнечной Хургады! Делюсь с вами житейским опытом от жизни в этом солнечном прекрасном городке. Живу здесь уже давно, вроде как 13 лет, и этот город не перестает меня удивлять. Сегодня расскажу о том, как спланировать фотосессию в Хургаде, если вы вдруг решились на такое мероприятие. Вот, собственно говоря, я решилась, и то, с чем мне пришлось столкнуться, вызвало немалое удивление, и об этом я сейчас вам расскажу. Оказывается, в очень красивых местах Хургады, таких как Сахал-Хашиш, например, снимать на профессиональную камеру бесплатно нельзя. То есть, если вы приглашаете фотографа для фотосессии, вам необходимо оплатить непосредственно самому курорту за возможность снимать в его интерьерах. То, что касается каких-то других мест, насчет Ильгуны я не знаю, Марины и Даунтауна в Ильгуне берут ли они там деньги или нет. И Марина, например, в Хургаде это будет бесплатно. Но, опять же, будьте готовы к тому, что если вы идете на фотосессию, например, не рано-рано утром, когда никого нет, то, соответственно, вы будете предметом любопытства прохожих и туристов, гуляющих посредственно по самой Марине, что, может быть, не всем понравится. Ну, хорошо, с этим мы разобрались. То, что касается съемки в отеле. Если вы являетесь гостем отеля, то есть вы забронировали номер, вы оплачиваете там ночь, две, три, четыре, неважно, то есть вы гость отеля, вы также не можете пригласить своего собственного фотографа для фотосессии. Обусловлено это тем, что отели заключают договора с некой фирмой, которая предоставляет им фотографов по запросу. Приглашать сторонних фотографов нельзя. Вот на таких условиях отели работают с этой или этими компаниями. Мы обращались в отель «Барон». Это очень высококлассного уровня отель, который находится в Сахал-Хашиш. Было в планах забронировать несколько ночей там перед Новым годом. Уже я говорила, пригласить своего фотографа нельзя. Ну, хорошо. Мы попросили предоставить контакты и портфолио того фотографа, который снимает там. То, что нам прислали, это даже невозможно объяснить словами. То есть, если вы помните фотографии, может быть, конца 90-х годов, когда в фотошопе накладывали на основной снимок, еще вырезали твое лицо по углам. Такое прозрачное, парящее в облаках лицо. А потом опять там у них стоит какая-то парочка на фоне просто помойки. И фотограф не удосужился даже просто удалить хотя бы этот мусор. Но это просто за гранью. Это снимки такие за гранью вообще понимания. Это ужасно. Вот. Значит, и фотосессия такая стоит 150 долларов. То есть, выходит, что заключить-то договора не заключили, а вот качество фотографий, качество работы фотографа никто не гарантирует. То есть, вам предоставят человека, который, может быть, фотоаппарат умеет только кнопку нажимать, и в принципе и все, да, что он умеет. Все кривое, косое. Качество фотографии отвратительное. Когда мы попросили предоставить работу другого фотографа, там уже не было, конечно, мусора, потому что съемка шла непосредственно в самом отеле «Барон». Вот. Но сами снимки ничем были не лучше, чем если бы вы снимали, например, на пятый айфон, попросили своего друга снять, да, с вас сфотографировать. А горизонт выровнен, конечно, уже на этом спасибо. Вот. Но фотографии плоские, фотографии абсолютно без души, никаких пост там люди мне предлагали. То есть, знаете, уровня «сфотографируй меня на фоне». Вот такая невеселая реальность. Потому как, я думаю, что вы понимаете, если речь идет о тематической фотосессии, когда вы готовите костюмы, когда присутствует макияж и так далее, и так далее, плюс еще надо бронь отелей, выбрать, да, отель по подходящим интерьерам, и все это потом испортится по финалу таким вот криворуким фотографам, это, конечно, очень печально, договориться абсолютно невозможно. То есть, единственный вариант, который, в принципе, да, если вы прям очень хотите своего фотографа в отель провести, где-то звонить вот в эту компанию, которая является, как бы сказать, эксклюзивным поставщиком вот этих вот артистов, так скажем, фотографов, вот, и за откат им просить, чтобы они предоставили вам возможность перевести своего фотографа. То есть, это вы переплачивать будете, опять же, может быть, раза в два. Я не знаю, какую комиссию они за это возьмут. Ну, короче, бизнес-то, бизнес они сделали, а потрудиться, сделать этот бизнес и услуги качественными, как всегда, не смогли. Вот такая реальность, поэтому будьте готовы.